Росфинмониторинг внес экс-депутата Госдумы России Илью Пономарёва в перечень террористов и экстремистов. Теперь российские банки обязаны заморозить активы позиционера и прекратить обслуживание его счетов. Летом прошлого года Следственный комитет Российской Федерации потребовал заочно арестовать Пономарёва по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Как Кремль расправляется с неугодными, смотрите в нашем материале. Штраф 30 тысяч рублей по статье «Дискредитация российской армии» директора Музея истории Екатеринбурга и бывшего журналиста издания «Знак.ком» Игоря Пушкарёва штрафовали за публикацию в социальной сети 24 февраля в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. Журналист запостил картинку с надписью «Нет войне». Давление властей на граждан России усиливается, отмечают правозащитники. Сегодня в список неугодных можно попасть не только за антивоенную, но и за нейтральную позицию. Происходит дальнейшая фашицизация Российской Федерации, превращение в государство именно по фашистскому типу. И совершенно очевидно, что происходит очень жесткая поляризация настроений общества. То есть нужно быть или с властью, или оставаться врагом. Ничего третьего уже не дано. Мы видим, что власть активно использует не только инструментарий уголовных преследований, но и запрещает правозащитные организации. Законное изнасилование гантелей. В сентябре прошлого года поэта Артёма Комардина задержали за антивоенные стихи, которые он прочёл на антимобилизационных майковских чтениях на Триумфальной площади в Москве. Во время обыска у Комардина силовики не только вырвали волосы его девушки, но и попытались изнасиловать его самого. Они ворвались большой оравой с автоматиками. Постановление на обыск не показали, просто в квартиру ворвался спецназ. Не было даже следователя, просто несколько оперов, которые руководили и отряд спецназа. То, что происходило с Артёмом, слышал. Невозможно было не слышать. Многие СМИ писали, что изнасилование Артёма было в ОВД. Нет, это было в квартире. Александр Минюков, активист, сосед Артёма Комардина, из публикации в издании «Медуза». Московский городской суд счёл действия правоохранителей законными и отказал Комардину в жалобе на применение насилия со стороны полицейских при обыске. Если мы говорим о каких-то правах человека или, прости господи, о Конституции Российской Федерации, сейчас на этой территории это не имеет абсолютно никакого смысла. И силовикам суды предоставляют право, фактически поощряют их совершать насильственные действия в отношении граждан. Буквально на днях была история, когда по требованию прокуратуры российский суд отказал в выплате гражданки России по выигранному в Европейском суде по правам человека делу об её изнасиловании в отделе полиции. Репрессивная машина Кремля должна обеспечить покорность и безропотность народа. Поэтому штрафы за комментарии в социальных сетях и даже за лайки, уголовные сроки за гражданскую позицию, пытки и избиения – всё это давно стало обыденной российской реальностью. Юлия Грановская для телеканала «Фрида». Тема продолжим с нашей гостьей. Дарья Короленко – юрист и аналитик независимого правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо, посвященный политическим преследованиям в Российской Федерации. Здравствуйте, Дарья. Рада вас приветствовать у нас в эфире. Здравствуйте, добрый день. За вот этот весь период военной агрессии, уже практически год, как напала Российская Федерация на Украину, практически год, как есть несогласные в Российской Федерации с политикой Путина и с войной развязанной. Вы факты, которые наблюдали, какие случаи вас больше всего за это всё время поразило, и какие методы со стороны силы, и какого ужасают больше всего? Да, ну так как мы следим за всеми политическими преследованиями, мне кажется, что одна из главных мер, которая самая одновременно страшная и создаёт такой устрашающий эффект на остальных граждан, это количество уголовных дел, которое было заведено. То есть вы правильно отметили, что уже больше 11 месяцев идёт война, и за это время почти 430 человек стали фигурантами так называемого антивоенного уголовного дела. То есть каждый день больше, чем один человек становится уголовно преследуемым, и это действительно страшно как для самих этих людей, так и для всех остальных граждан России, которые высказывают свою антивоенную позицию. И действительно, те люди, которые подвергаются уголовным административным преследованиям, они зачастую сталкиваются и с угрозами, и с насилием, и с пытками, и это особенно страшно для людей, которые находятся в более, скажем так, взрослом возрасте. Только в прошлом месяце 71-летний фигурант антивоенного дела получил сердечный приступ из-за того, что следователь силой заставил его явиться на допрос, и таких случаев ни один, ни два, ни десять. Знаете, когда блогеру говорят о том, что его били, издевались только за то, что он пообещал передать определённую сумму для помощи бойцам в СУ, когда смайлик поставил кто-то, неугодный кому-то, где-то под каким-то постом. Вот случаи, за которые тоже из вашего опыта, из вашего наблюдения, случаи, которые настолько какие-то парадоксальные, что ли, где, в принципе, согласно закону, и не за что было бы привлекать. Но был бы человек, кстати, найдётся, да? Вот какие для вас они были за этот период? Ой, знаете, мне кажется, это достаточно большое количество дел, например, по дискредитации российской армии, потому что это действительно абсурд, где людей привлекают и за лайки, и за комментарии, и за то, что кто-то, например, на фудкорте кому-то сказал что-то про войну в Украине, или, например, человек отказался ехать в такси с наклеенной буквой «З». То есть это действительно такие вещи, которые в нормальном государстве, они не могут быть основанием административного преследования, говоря уже про уголовное. Но вы правильно сказали, что был бы человек, и статья найдётся, потому что всё это законодательство, которое было принято после начала войны, оно было и создано для того, чтобы преследовать людей вообще за всё, без какого-то различия того, что они говорят. Дарья, ну вот многие психологи говорят, когда вот такое жёсткое проявление агрессии в общении, в действиях, это за этим всем стоит очень большой колоссальный страх. С одной стороны, силовики держат под контролем Российскую Федерацию, ну давайте по-честному, далеко не все хотят выходить и против войны, и многих пока не коснулось лично семьи, когда отправили мужчину воевать, и не хотели как-то вот возмущаться против. Но тем не менее, вот это проявление такой жёсткой агрессии со стороны политического руководства Российской Федерации, чего же так сильно боится тот же Путин, тот же Кремль? Ну чего, что встанет Российская Федерация вся? Ну а если бы встала, то в принципе, если бы пошли вот эти вот массовые протесты, то в принципе, я думаю, Путину осталось бы совсем чуть-чуть. Ну, смотрите, тут очень важно видеть, что происходило до войны, да, то есть весь 2021 год гражданское общество и протесты, они планомерно уничтожались как раз-таки, чтобы к началу войны все права и свободы в Российской Федерации или уже не работали, или находились на буквально очень низком состоянии, как раз-таки потому, что вы правильно отметили, они действительно боятся гражданского общества, они боятся, что люди выйдут протестовать, они боятся, что люди будут узнавать правду. «Медузу» признали нежелательной организацией на прошлой неделе именно потому, что «Медуза» сообщает людям правду, а правда, протесты, солидарность и самоорганизация — это самые страшные слова для Путина и всех политических элит в России. Ну, тоже говоря о том, когда началась война Российской Федерации против Украины, после этого много очень людей, много россиян выехало из страны, спровоцировало где-то, наверное, две такие большие волны эмиграции из Российской Федерации, точное количество тех, кто уехал и не вернулся. Даже по официальной статистике там большая цифра, но понятное дело, что реальная цифра, она гораздо выше. Вот как посчитали журналисты интернет-издания «Дебелл», Российскую Федерацию покинули больше полумиллиона человек. Самым популярным направлением для выезда стала Грузия. Туда отправилась пятая часть всех эмигрантов. Далее в списке Казахстана и Турции есть и альтернативные данные. Так, например, провластные СМИ сообщают, что Россию покинули и не вернулись около 300 тысяч человек, а по оценкам Forbes не менее 700 тысяч. Ваши какие-то цифры есть? Ваши какие-то оценки, сколько уже уехало на самом деле людей? Можно ли вообще это как-то посчитать? Опять-таки есть только официальная цифра, да, как посчитать реальную? И будет ли, вот мы говорим о двух волнах, да, особенно когда вот о мобилизации говорили, говорят и о следующей волне, особенно вот на январь, которая планировалась, опять-таки, начало февраля. Ведь конец февраля все-таки конец годовщина, как напала Российская Федерация. И вот это анонсированное наступление со стороны России будет, не будет. В любом случае понадобится для этого как можно больше мобилизованных. Сколько еще уедет из России? Да, ну мы, конечно же, это не считаем, потому что мы больше правозащитный проект, но мы знаем, что, как вы сказали, с начала войны очень много людей даже из журналистского правозащитного сектора, они уехали, чтобы продолжать, собственно, освещать ситуацию в России. Что касается мобилизации и других волн, кажется, что ожидать можно чего угодно, и закрытие границ, и незакрытие границ, да, но кажется, что из-за того, что руководство политической России очень любят использовать такое новоязвие с частичной мобилизацией и так далее, они понимают, что полным закрытием границы всеобщей мобилизации они скорее посеют панику, чего они не хотят, поэтому, скорее всего, никаких новых трендов ждать не придется, будет тоже какая-нибудь частичная, получастичная мобилизация, когда людей начнут призывать, и мужчины, которые остались в первую волну, будут пытаться уехать, потому что, естественно, на самом деле практически никто не хочет идти на войну. Дарья, а вот если говорить о юридической плоскости, ну, насколько это возможно вообще для Российской Федерации, вот те инициативы, которые звучат, лишить гражданства всех тех, кто покинул Россию, призывал, по крайней мере, к этому актер-депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Певцов, все, кто уехал из страны после начала полномасштабной войны против Украины, он считает предателями, которых следует наказать, и вот некоторых из них можно и простить, если они публично покаятся. Давайте услышим комментарий. Мы же русские люди, мы такие отходчивые, мы так легко прощаем, блудный сын, ой, ну, ладно, ну, ладно, ошибся там. Вот чтобы им нельзя было вернуться просто так, мне кажется, нужно лишать гражданства. И чтобы его получить обратно, нужно публичное покаяние, такое же публичное, как и вот это шельмование России, они делали публичное за деньги. И без этого, мне кажется, нельзя. Дарья, вот если на две части разделить, публичная плоскость, да, информационное поле, когда вот такие разговоры звучат и заявления, и вторая составляющая, это вот юридическое поле, и что с этим дальше? Ну, насчет публичного поля, мне кажется, что с начала войны, и особенно в последнее время, вот после мобилизации, звучат самые дикие предложения, как ввести статью о дискредитации ЧВК Вагнер, административную, например, до вот этого лишения гражданства. То есть понятно, что это популистское публичное поле, в котором все пытаются высказаться и доказать Путину, что они тоже за войну, и не нужно относиться к ним, как к тех, кто не поддерживает или недостаточно поддерживает, да, каждая собачка выслуживается как может. Что касается юридической плоскости, то пока что, даже по законодательству Российской Федерации, Конституцию гражданства лишить нельзя. Есть случаи, когда сейчас лишили активиста Аршака Макичана российского гражданства, но у него случай такой, что это гражданство не по рождению, а гражданство, куда его приняли, его и его семью еще в 2000-х годах, и они не лишили его гражданства юридически, а просто как будто бы отменили решение о выдаче, что юридически сделать можно, но с людьми, которые родились с российским паспортом, пока юридически такое провернуть нельзя. Естественно, нельзя говорить, что они как-нибудь не придумают, как это обходить. Прецедент есть, но пока что до такого не дошли. Если есть прецедент, то могут ли вообще как-то провернуть это все в какую-то массовую плоскость? Просто что для этого нужно, и что с этим потом самим гражданам делать? Ну, для этого нужно изменить Конституцию, как минимум, и изменить законы, федеральные законы гражданства, что все равно занимает достаточно много времени, и нужно это будет обосновывать. И пока кажется, что из-за того, что и от Пескова, и от прочих так называемых высокоранговых политиков звучат и утверждения о том, что нужно возвращаться тем россиянам, что уехали, и нужно сделать что-то для этого, то скорее это маловероятно в текущей парадигме, но кто знает, они уже меняли Конституцию, ничего не помешает им сделать это еще раз. А вот тоже из того, что из тех действий, которые сейчас ведутся против россиян, которые выехали из страны, вот разговоры о том, что лишать будут имущества, забирать имущество, якобы передавать там сиротам, ну куда дальше, это уже большой вопрос. Опять-таки, юридическая плоскость. Ну, здесь, мне кажется, немного проще, потому что и в статьях административного и уголовного кодекса есть возможность конфискации имущества, и если обычно такое имущество, оно конфискуется на основании, что оно было орудием совершения правонарушения, например, ноутбук, с которого ты написал, комментарий против войны. Вот, если оно должно уничтожаться по законам, то сейчас, буквально в прошлой неделе, предложили поправки, чтобы оно могло передаваться еще и на нужды армии. То есть, явно какую-то юридическую, минимальную почву они для этого готовят. Будет ли это реализовано, вопрос большой, но теоретически, учитывая, что им нужно все больше людей и ресурсов для продолжения этой войны в Украине, то, вероятно, такое может случиться. А потом возвращать? Смогут ли вернуть или уже все это безвозвратно? Думаю, что, скорее всего, в юридической плоскости очень вряд ли. Знаете, когда идут разговоры о том, что и спецтрибунал, в создании спецтрибунала уже действия определенные есть, и о том, что должны быть наказаны и Путин, и Лукашенко, и, в принципе, да и все высшее руководство, политическое, военное, и те исполнители, которые воплощали все эти идеи диктаторов в жизни. Как думаете, в пределах, опять-таки, мы с вами, знаете, на грани вроде как политическая, информационная, публичная плоскость, юридическая, вот это все как-то смешано. Мы, тем не менее, остаемся людьми, мы понимаем, что в любом случае идет убийство мирных граждан, идет убийство детей, цифры колоссальные, и это только то, что будет еще подсчитано после окончания войны. Это просто действительно ужасно об этом всем думать. Какое должно быть, по вашему мнению, вот, наверное, как, давайте, и со стороны человеческого понимания, и со стороны юридического, какое должно быть наказание для тех людей, которые совершали вот такие военные преступления против человечности? Ну, я думаю, что сейчас тот процесс, который идет, процесс документации всех военных преступлений в Украине, и процесс документации всех масштабных нарушений прав человека внутри страны, они действительно лягут в основу и международного трибунала, и действительно справедливого следствия, следствия и наказания, и я думаю, что действительно, как будет наказан Путин, это определять не нам, но чисто по-человечески, я думаю, мы все надеемся, что он получит самую высшую и строгую меру наказания, которая будет возможна в уставе того международного трибунала, который будет его судить, и будет, да, очень долгое время слушать все преступления, за которые он ответственен, и нести за это соответствующее справедливое наказание. Ну да, пока ждем этого, тем временем сам Путин наказывает всех, кто не согласен с политикой, тоже вот один из примеров, когда 30 тысяч рублей штрафа за сон на Зеленском, когда в чте суд вынес приговор 26-летнему парню по административной статье о дискредитации армии, и в своем инстаграме он просто рассказал о том, что ему приснился Зеленский, который там говорил «Слава Украине!» пришли в ИСУ и так далее. То есть, по сути, просто рассказал, да, о своем сне. Вот исходя из вот таких случаев, то, что мы в самом начале разговора с вами говорили, а что потом делают вот осужденные, оштрафованные, они как-то законно могут отстоять свои права, чтобы не платить штраф, или это нереально? Ну, решение все еще можно обжаловать, действительно. У нас есть практика, когда решение отменяют, мне кажется, в районе 500, всего из более чем 5000 уже ближе к 6 отменили, то есть это достаточно редко, и как бы тогда можно не платить штраф. Люди, которые уезжают, иногда не платят штраф, люди иногда просто их решают не платить, чтобы не направлять деньги в казну Российской Федерации. Но в целом, если человек хочет продолжать жить в России, ему или заблокируют счет, или все равно спишут эти деньги с картой, поэтому это скорее сложно избежать. И размеры штрафов, они действительно от 30 до 50 тысяч рублей. По статье о дискредитации это гораздо больше средней зарплаты в России, как мы знаем. Ну и мы с юридической точки зрения все еще пытаемся оспорить применение этой статьи в конституционном суде, но пока что решения нет, и вряд ли что-то капитально изменится в этом плане. А как вот тоже были ли наблюдения, насколько следят силовики, какие-то другие органы, следят за теми, кто выехал за границу россиянами, за их соцсетями, что они комментируют, что они публикуют, что они высказываются. И потом, когда я говорю даже не о тех людях, понятное дело, кто в публичной плоскости, кто был и раньше известным, это понятно, а вот просто за обычными гражданами. И потом уже, когда они возвращаются в Российскую Федерацию, если возвращаются, то уже, ну как знаете, папочка на них готова. Ну, я думаю, что, насколько мы знаем, в мониторинге соцсетей, они не разделяют, кто уже уехал из страны, кто не уехал. То есть соцсети мониторятся по каким-то ключевым словам, да, война, Украина и так далее. И действительно, ну как, мы не можем говорить про папочку на каждого конкретного человека, но определенно база людей с протестными настроениями, тех, кто выходил на митинги, тех, кто как-то высказывал свое мнение в интернете, у них действительно создается. И были случаи, когда, например, скорее публичные люди, да, журналисты возвращались в Россию на пару недель по каким-то вопросам, и буквально в следующий день дома у них проходил обыск. Поэтому думаю, что это реально, но масштабы этого мы, естественно, оценить не можем. Дарья, спасибо вам огромное сегодня за ваше общение, за то, что были у нас в эфире. Зрителям напомню, Дарья Короленко, это юрист и аналитик независимого правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо, посвященный политическим преследованиям Российской Федерации, который работает. И говорили мы о преследованиях за антивоенную позицию в самой России. Дарья Корректор А. Субтитры создавал DimaTorzok